Сегодня поговорим о бюджете. С одной стороны, для многих это скучная тема, потому что вроде бы сам по себе бюджет мало касается нашей повседневной жизни. Однако я здесь хотел бы сказать совершенно неверно. Во-первых, это касается прежде всего зарплаты бюджетников. Дело в том, что численность бюджетных работников составляет около четверти населения. Естественно, это влияет на всю жизнь в нашем обществе. И здесь, к сожалению, в нашем бюджете очень большая экономия на наших учителях, врачах. И если мы начинаем говорить вообще о бюджетной сфере, у нас интересная вещь, что минимальный размер оплаты труда бюджетных работников ниже, чем работников, которые работают в небюджетной сфере. Я не знаю, почему профсоюзы, которые объединяют учителей, врачей, культуры, на это идут. Вроде бы там нельзя сказать, что очень большая сумма, там 5%. Но из-за этого складывается многое. Кроме этого, почему у нас складывается маленькая зарплата, позволяющая экономить на зарплатах учителей, это у нас получается то, что минимальный оклад учителя более чем в два раза ниже, чем мрот. То есть минимальный размер оплаты труда. И это позволяет экономить на учителях. И этим хорошо пользуются наши чиновники, когда начинают сокращать расходы. Когда мы говорим о зарплатах бюджетников, надо еще исходить из того, что, допустим, зарплата среднего медперсонала, это медсестры, фельдшера, у них 49 тысяч. 66 тысяч средняя заработная плата в первом полугодии. То есть получается где-то на треть ниже. Вообще зарплата бюджетникам, если взять всех бюджетников, которые им платят, у них зарплата в прошлом году составляла 86% от средней по республике. А в связи с тем, что зарплаты растут меньшими темпами, чем инфляция, чем в других отраслях. И в результате теперь зарплата бюджетников ниже на 20%. К сожалению, в бюджете не запланированы достаточные средства для поддержания этих зарплат на уровне общевашкирских. То есть я не знаю, чем это связано в экономе. Наверное, чиновникам удобнее. Но когда зарплата, допустим, в первом полугодии учителя в Бурдианском районе составляет около 32 тысяч, мы заранее уже предполагаем, что через некоторое время там просто не будет учителей, потому что можно пойти в грузчики, образно говоря, в курьеры, и зарабатывать в 2-3 раза больше, чем они трудятся. Действительно очень важная, очень нужная, очень ответственная работа. И здесь вот эта неразумная бюджетная политика порождает новые проблемы развития нашей республики, потому что хуже образование, хуже конкурентное преимущество наших детей, и многие родители из-за этого уезжают из республики. Это очень важная проблема. Многие не хотят жить во многих сельских территориях, потому что там просто некуда ребенка отдать в школу, потому что зачастую школа за 30-40 километров от той деревни или села, где они живут. И это вот тоже наша вот эта бюджетная политика поражает то, что происходит оптимизация здравоохранения, образования, других структур, которые негативно отражаются. Если говорить на будущий год, в принципе предполагается как увеличение расходов и доходов, но с другой стороны, насколько они обоснованы. Здесь я бы немножко обратил внимание, что, допустим, налогово-неналоговое поступление в этом году они ниже, чем были в прошлом. А рост предполагается более чем, по сравнению с прошлым годом, более чем на 20-30% по разным статьям дохода. И в результате порождают определенное, ну, скажем так, недоверие к этому очень важному, очень нужному документу республики, который определяет многие параметры нашей жизни. Например, у нас на 20% сократился непосредственно налог на прибыль в этом году. И если взять прогноз социально-экономического развития Министерства экономического развития республики, там указывается, что рост непосредственно ВРФ будет 2,1. При этом будет опережающий рост заработной платы. При этом нужно еще учитывать налоговое бремя, сокращающая прибыль. Она тоже сокращается. Но предполагается, что налог на прибыль составит около 80 миллиардов рублей. Тогда, как в этом году, они сумеют собрать максимум 50 миллиардов. То есть 30 миллиардов, которые предполагается получить, они совершенно необоснованы. И если это происходит, то у нас получается большая несбалансированность бюджета. Потому что если деньги не придут, значит и расходовать будет нечего. Конечно, нам очень сильно помогает федеральный центр, который в разные годы от 90 до 70 миллиардов рублей, это в среднем 30-35% от доходов бюджета, дает нам. Но это порождает то, что мы, вот эта зависимость, не позволяет думать, а что делать дальше. При этом, когда мы смотрим расходы, у меня, честно говоря, тоже недоумение многие статьи затрат вызывают. Например, когда мы говорим о расходах на общегосударственные нужды, это затраты на государство. Но это не федеральные затраты, это республиканские. Они увеличиваются в два раза. 20 с лишним миллиардов рублей мы в будущем году должны были на это потратить. Но дорогой государственный аппарат для нас не плюс, а минус. Кроме этого, если мы возьмем непосредственно сами затраты, посмотрим, то сокращаются затраты на охрану материнства и детства. Когда у нас говорят о том, что необходимо разбираться с демографией, надо делать, чтобы люди хотели рожать детей, и при этом сокращать затраты на эти цели, то результат мы получаем отрицательный. И когда мы это все не учитываем в документах, которые цереполагающие, важных документах, то фактически мы не становимся готовыми отвечать на современные вызовы. И если мы будем говорить, какие затраты растут, больше всего у нас выросли затраты на обслуживание государственного долга. В два раза по сравнению с 2023 годом. То есть получается, что в будущем году у нас затраты 3 миллиарда 700 миллионов будет затрачено на обслуживание государственного долга. Но на эти деньги можно было построить школу на 3000 мест, тех, которых нам не хватает. Но так как у нас затраты в основном идут бюджетные, то на дворец борьбы, там около 7 миллиардов, то на непонятную аркаду абхазскую, которая для республики, вот честно говоря, для меня не имеет какой-то культурной ценности. Это копия не лучшего архитектурного объекта из Абхазии, которая не является как бы достоянием общемировым. Но 200 миллионов мы потратили. Что такое 200 миллионов? Это небольшой детский садик, которых тоже у нас не хватает. У нас сейчас собираются строить дом музыки. Я не знаю, сколько на него запланировано денег. Но если это потратят, то это будет из карманов учителей, врачей, медсестер. Потому что либо мы тратим на них и улучшаем их благосостояние, либо мы тратим на эти пафосные проекты, которые потом надо содержать. И как совершенно правильно сказал Валентина Матвиенко, что надо обеспечивать, допустим, доступность к спорту, а не строить эти пафосные объекты. К сожалению, доступность в спорте, в Башкирии, не самая великая. Тем более, если взять непосредственно затраты на массовый спорт, в будущем году предполагается, что он сократится в 8 раз. И будет около 40 миллионов рублей. До этого было порядка 2 миллиардов. Но я скажу так, что это не лучшее решение. А еще у нас очень сильно сокращаются затраты на экологию. На охрану окружающей среды, если, допустим, в прошлом году это было порядка 3 миллиардов, то сейчас это 300 миллионов. Честно говоря, это решение не самое лучшее и ухудшает условия жизни наших граждан. Потому что если мы не решаем проблему с уфахим промом, не решаем другие проблемы, то вот эта неблагоприятная экологическая среда уменьшает срок жизни людей. Одна из проблем в Селитомате, в Салавате это чистый воздух. Но для того, чтобы привести его в нормальное состояние, нужно вкладывать и заставлять госструктуры чтобы они действовали должным образом, ограничивая аппетиты крупных бизнес-структур, которые там работают. Это касается нефтехимического завода в Салавате, это касается химических предприятий в Селитомаке, но, к сожалению, должной я бы сказал так экологической защитной деятельности со стороны республики. Не ведется. Потому что, как БСК загрязняло воду белой, и, как говорит Министерство экологии, до 90% загрязнения этой реки происходит за счет БСК, оно и происходит. И это тоже результат вот этой неграмотной политики, которая не позволяет решать наши проблемы. много в бюджете заложено на компенсации транспортных компаний. Это Баш Автотранс, Российские железные дороги. Там компенсируют значительные суммы выпадающих доходов. Но дело в том, что многие, если посмотреть затраты, они связаны не с лучшей бизнес-моделей, которая используется. И второе, очень часто, допустим, это касается РЖД, есть альтернативные, вполне комфортные маршруты автотранспорта, которые не требуют бюджетных вливаний. Они на коммерческой основе существуют. Но тогда зачем нам нужно запускать параллельные вот эти маршруты РЖД, которые съедают до миллиарда рублей ежегодно бюджетных средств. У нас нужен в Башкирии рачительный хозяин, который смотрел бы, куда тратятся деньги и насколько это эффективно. Я надеюсь, что все-таки такой рачительный хозяин будет, и тогда это позволит нам развиваться ускоренными темпами, и у нас будет одна из лучших среда проживания, в которых будем жить мы, и к нам будут стремиться ехать другие люди, потому что это сейчас важно, потому что развитие цифровых технологий показывает в основном, что люди все больше и больше работают дистанционно. И там, где лучшая среда обитания, туда народ потихоньку уезжает, дистанционно работает. И это уже достаточно многие специалисты, которые связаны не только с IT-технологией. и если ничего не предпринять, то из Башкирии будут уезжать люди, которые, они могут даже работать в Башкирии, но они будут жить за пределами и тратить свои деньги за пределами, и не будут сильно связывать свою дальнейшую жизнь с Башкирией, потому что сегодня они здесь дистанционно работают, завтра в другом месте. Для них это уже не критично. Я надеюсь, что все-таки вот эти бюджетные все вопросы будут обсуждены на госсобрании и будут заданы нужные вопросы, позволяющие, чтобы у нас был хороший сбалансированный бюджет, формирующий устойчивое развитие нашей республики. субтитры